Здравствуйте! В эфире новости АТН. В студии Александр Тихонов. Коротко о главном. ОДОБРЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО В Харькове снова подорожали услуги водоснабжения и водоотведения. А коммунальщики готовят почву для нового повышения. Почему в Харькове коммунальные предприятия стали черными финансовыми дырами, в которых исчезают деньги потребителей бюджета? И, на жаль, ажиотаж, он не... неможливо его контролювати. И мы просим у граждан, которым не нужно терминово залишать межи Украины, просто не звертаться до подразделей для оформления великордонного паспорта, а звернутися уже в более комфортных умовах, когда этот ажиотаж спадет. Летний отдых под угрозой срыва. Полиграф-комбинат Украины не справляется с нагрузкой, несмотря на увеличение мощности. А желающим получить загранпаспорт рекомендуют выбирать ускоренную процедуру, но гарантий все равно не дают. Машину поставил возле дома, утром вышел на стоянку, номеров не было. Не стоянка, вернее, а просто парковка по полу. И таких машин было возле дома 3 или 4, и у всех тоже стояли. Новый старый вид незаконного заработка. Правоохранители фиксируют рост краш номерных знаков с автомобилей, припаркованных во дворах или на стоянках супермаркетов. Вернуть собственность можно лишь надеяться, заплатив фаварам, но без гарантий. Итак, подробности. Повышение цен на воду и водоотведение с инсценировкой общественного одобрения. Сегодня в Харькове состоялись так называемые общественные слушания, целью которых было получить согласие громады на повышение тарифов. Только вот активисты, которые пришли на собрание, не понравились коммунальщикам, а сами общественники назвали такие слушания фальсификацией. Проведение общественных слушаний по поводу очередного повышения тарифов на воду харьковчане начали обсуждать еще несколько дней назад, после того, как цена за коммунальные услуги водоканала снова выросла. С августа 2017-го тариф на водоснабжение составил 8 гривен 61 копейка и на водоотведение 4 гривны 77 копеек. С 1 января 2018 года коммунальщики снова планируют увеличить цену кубометра воды до 17 гривен, а это почти в два раза, а услуги водоотведения установить на уровне чуть больше 7 гривен за кубометр. Подорожание воды – вынужденный шаг, уверяют коммунальщики. На повышение тарифов, говорят, влияют несколько факторов. Это увеличение расходов на оплату электроэнергии, рост цен на реагенты, горюче-смазочные материалы, увеличение затрат на ремонт и отопление, выплата зарплат сотрудникам. Но, по данным активистов, формирование этих тарифов непрозрачно. Ведь ни составляющие тарифа, ни аудит предприятия не открыты для контроля общественности, как того требует законодательство. Городской совет отказался формировать наблюдательный совет, отказался открывать коммунальные предприятия, делать их прозрачными, отчетность прозрачную и так далее. И из-за этого у многих харьковчан есть восприятие коммунальных предприятий как черных дыр, куда уходят их деньги, которые генерируют только убытки и которые ежегодно получают финансовую помощь. Восприятие харьковских коммунальных предприятий как черных финансовых дыр сформировано не на пустом месте, говорит антикоррупционер. Речь идет как о многочисленных долгах и хищениях, которые расследуют правоохранители, так и о сомнительных тендерных закупках. Причем именно КП «Харьководоканал» – лидер в этом антирейтинге. В частности, еще в 2014 году было открыто производство по факту присвоения должностными лицами предприятия суммы более чем в 200 миллионов гривен. Но по нему до сих пор не предъявлены подозрения. В рамках еще одного уголовного производства расследуется растрата средств при проведении закупок в 2016-2017 годах. Речь идет о поверке счетчиков. И это не единственные тендерные договоры, которые вызвали вопросы у проверяющих и антикоррупционеров. По данным общественных активистов, с переплатой в 1 миллион 200 тысяч гривен КП закупила спецтехнику, с переплатой почти в 85 тысяч автомобильный кран, вдвое переплатила на закупки бензиновых вибропит, задекларировала покупку 55 килограмм красной икры, якобы для детского лагеря, а также чуть не оплатила приобретение телевизора в кабинет директора стоимостью 84 тысячи гривен. Кстати, доходы самого директора водоканала также удивляют антикоррупционеров. Несмотря на то, что Виталий Панов ни дня не работал в бизнесе, свои прибыли он приумножает из года в год. Только в прошлом году его семья, как свидетельствует декларация, приобрела новенький «Мерседес» 2016 года выпуска. Также он скопил немало налички – 300 тысяч долларов и 400 тысяч гривен, что диссонирует с долгами самого КП. Несмотря на уровень расчетов потребителей, который составляет более 80%, предприятие называет себя убыточным, задолжав энергетикам почти миллиард гривен и выпросив из бюджета города помощь в сумме 150 миллионов. При том, что всякий раз, соглашаясь с повышением тарифов, нацрегулятор отмечает, что эти тарифы покрывают текущие расходы коммунальщиков, как перед энергетиками, так и другие. Именно поэтому, согласно новому постановлению НКРЭ, перед установкой новых цен на услуги ЖКХ, коммунальное предприятие обязано провести открытое общественное обсуждение. Первый раз за лето, повышая тарифы, 30 июля коммунальщики провели слушание номинально, что уже является нарушением процедуры, говорят активисты. Поэтому сегодня у административного здания водоканала собралось около полусотни человек, которые только благодаря информации в соцсетях узнали о новом открытом обсуждении, теперь уже январьского повышения. Активисты возмущаются. Обсуждение по поводу повышения тарифов должно быть более масштабным, поэтому требуют перенести его на выходной и выбрать более вместительный зал. Но представители КП эти предложения отсекают. В ответ активисты включают сирены и выкрикивают «Гоньба!». Вы можете обжаловать наши действия в установленном законном порядке. Мы руководствуемся постановой 866, которая вступила с 22 июля. Несмотря на то, что по сути никто ничего так и не обговорил, спустя несколько часов перекрикиваний и взаимных оскорблений, заместитель мэра по вопросам ЖКХ Андрия Руденко подчеркивает, обсуждение состоялось, протокол будет подготовлен в течение дня. Протокол есть, мы же сегодня видели. Да, было сегодня нелегко, очень много было политической конвы в этой работе, но были и конструктивные предложения по работе с тарифом, которые будут, естественно, учтены в протоколе, и это все примется к сведению и примется к работе. Общественники настаивают, процедура была нарушена еще на стадии назначения даты, оповещения населения и после уже в ходе самого собрания. Вместо вот этих вот процедур новых, которые у нас государство пытается сделать, чтобы люди понимали, за что они платят, почему они платят столько и как вообще этот тариф формируется, у нас все это под старую кальку, под тотальный одобрянс в закрытом режиме. Вот, собственно говоря, по моему мнению, сегодня слушания эти или обсуждения, они не состоялись. И напоминают, именно по такой схеме были сфальсифицированы слушания о строительстве дороги через парк Горького в 2010 году, когда для голосования за прокладку трассы был использован в зале админресурс из учителей и медработников. Активисты остались на улице. Тот протокол тоже был городскими властями признан, что стало одним из оснований для скандального строительства. Но сейчас, говорят общественники, ситуация, в том числе в законодательном поле, изменилась. И если тарифы на воду под предлогом этих так называемых слушаний снова вырастут, говорят общественники, они будут обжаловать это повышение в суде. Лариса Говина, Марина Николаева, Евгений Шенкаренко, Агентство телевидения новости. Ажиотаж вокруг биометрических паспортов не утихает. Если раньше украинцы возмущались очередями, то теперь жалуются на значительные задержки с выдачей документов. Проверить на себе процедуру оформления биометрики решил один из карьковских журналистов. Что из этого вышло, далее в репортаже. Тут я должен был в данный момент сейчас быть. Но благодаря нашему государству, видимо, не судьба. Поездку на Адриатическое море Олег Скрипник вместе со своей девушкой планировал за полгода. После долгих обсуждений выбрали Турцию. Для пересечения границы этой страны украинцам нужен обычный загранпаспорт. Но парень решил получить биометрику. Скрипник – журналист одного из харьковских интернет-изданий. Опыт оформления паспорта нового образца – хороший материал для статьи. Документы парень подал 21 июня. Новую карточку должен был получить через 20 рабочих дней 10 июля. Когда я понял, что все нет и нет, я позвонил в миграционную службу, они сказали, ах, поздравляю вас, вы никуда не летите. Потому что вот на типографии полиграф-комбинат Украины задержки. На полиграф-комбинате не успевают обрабатывать поданные документы, подтверждают уже в миграционной службе. И это несмотря на увеличение мощности. Такого наплыва людей не видели никогда, говорят в главном управлении. «Только за липень 2016-го нам было принято 12 240 заяв, а за липень 2017-го уже 31 610 заяв. И, на жаль, ажиотаж, неможливо его контролювати. И мы просим у граждан, которым не нужно терміново залишать межи Украины, просто не обратиться до подразделов для оформления закордонного паспорта, а обратиться в более комфортных условиях, когда этот ажиотаж спадет». Потребность биометрики снизится с завершением сезона отпусков, рассчитывают в миграционной службе. Но ожидать сентября Олег не мог. До вылета оставалось меньше недели. Потому, пообщавшись с миграционщиками, журналист решил напрямую связаться с полиграф-комбинатом. «Они говорят, мы готовы прямо сегодня сделать вам загранпаспорт биометрический. Прямо сегодня у нас сидит представитель миграционной службы. Если ему по спецсвязи придется сейчас отстучать, то, соответственно, он может забрать ваш паспорт, и дальше уже вы разбираетесь. Я опять перезваню миграционную службу, и он говорит, «Не-не-не, так мы не можем сделать, это слишком тяжело». Такой путь при наличии брони в отеле и билетах возможен, но он не панацея, подтвердил сегодня пресс-секретарь ГМС Сергей Гунько одному из украинских изданий. Харьковские миграционщики на всякий случай рекомендуют выбирать услугу оформления за 10 дней. Там хоть и оплата выше, но и задержка почему-то меньше. Харьковчане, услышав о нарушении срока выдачи, предпочитают планов не строить. Ну вот, как только будет загранпаспорта, сразу на воду. То есть вы не решились покупать до оформления загранпаспорта? Ну, естественно, нам не рекомендовали это. Как только получим в сентябре. Ну, потому что долго, потому что не по срокам. Олег же пока готовит дополнение к своей статье, отслеживает путь собственных документов онлайн. Такой услугой в ГМС рекомендует воспользоваться всем ожидающим биометрических паспортов. В результате периметки станут оформлены паспортом. Это конкретно моего биометрического паспорта. Даня видправлена до центра персонализации 25.07. У нас сегодня 08.08. Оксана Нечипаренко, Андрей Домовой, Евгений Шинкаренко. Агентство телевидения новости. В эфире новости от ИЭН и далее в региональном выпуске. Карьер. Очень много выбрасывают мусора. Местные жители, все, кто здесь проживает, в частности, рядом находящиеся улицы, все сюда выносят мусор в больших количествах. Диваны, тряпки. Все свое лохмотье. Едкая гарь. В районе Академика Павлова горели бытовые строительные отходы. Бывают случаи, когда приезжают патроны и говорят, что я там загубил два и передний, и задний номерный знак, то, скорее всего, за все, это была крадежка. Выкуп за номера. Как автовладельцы оказываются фактически заложниками? И почему воры выходят сухими из воды? Просто идем там на кухню, стоим, берут, кидают гранату. Ну, как бы, и кричат, ложись. К этому нужно будет привыкать. Искусство боя, ориентирование и тактическая медицина. Подготовка школьников под руководством инструкторов ветеранов АТО и в национальном патриотическом лагере «Слобожанин». Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. Клубы едкого дыма, охватившие частный сектор в районе Академика Павлова, горели бытовые и строительные отходы. Сообщение о сильном задымлении частного сектора по улице Дидро поступило на горячую линию 101 накануне около 16.20. На место сразу же выехали спасатели. Выяснилось, горят бытовые отходы, строительный мусор и сухая трава. Площадь, охваченная пожаром, составила 800 квадратных метров. Пожар удалось локализовать только около 7 вечера, а на полную ликвидацию ушло 5 часов, говорит помощник начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупантин. Он отмечает, высота отходов составила 4 метра, и поэтому спасателям пришлось разгребать мусор вручную. Сложность была, что это уже несколькими, можно так даже сказать, большое время он там уже находился. И его наши ребята приходили его перекапывать, перебирать для того, чтобы проливать, потому что все основное тление уже было внутри всего этого мусора, который там находился. Горение подобных отходов, да еще и в таком количестве, является опасным для здоровья людей, добавляет Лупандин. В ходе пожара идет выделение больших объемов углекислого газа, и человек, надышавшись такой смесью, теряет сознание. Именно жильцы улицы устроили здесь несанкционированную свалку, заявляет местная жительница Виктория. По ее словам, мусор накапливается здесь уже более 15 лет. В карьер очень много выбрасывают мусора местные жители, все, кто здесь проживает, в частности, рядом находящиеся улицы, все сюда выносят мусор в больших количествах, диваны, тряпки, все свое лохмотье. Виктория добавляет, вывозом отходов из их района занимается предприятие Харьков Экоресурс, однако, отмечает местная жительница, она ни разу не видела здесь никакой уборочной техники. В свою очередь, в отделе по вывозу бытовых отходов Харьков Экоресурс, новостям ОТН сообщили, что ни одной жалобы от жильцов не поступало. Сегодня на месте происшествия продолжают дежурить спасатели, чтобы не допустить повторного возгорания свалки. Александр Ранжиренко, Михаил Воронков, агентство телевидения новости. Заклепки, сигнализация или дубликаты. Как защититься от похитителей автономеров, которые снова орудуют в Харькове, выяснял Велин Мода. У приятеля Элитри неделю назад сняли номерные знаки с автомобиля, который тот припарковал возле собственного дома на Салтовке. Машину поставил возле дома, утром вышел на стоянку, номеров не было. Не стоянка, вернее, просто парковка под домом. И таких машин было возле дома 3 или 4, и у всех тоже сняли. Тот факт, что старая схема по скручиванию номеров с последующим предложением выкупа их владельцам снова заработала, отмечает и в патрульной полиции. К примеру, за минувшие сутки из двух десятков краж, связанных с автомобилями, рассказывает Карина Курбанова. Три случая были связаны с хищением номерных знаков. Бывают случаи, когда приезжают патрульные и говорят, что я там загубил два и передний, и задний номерный знак, то, скорее всего, за все это была крадежка. Ну и просим у граждан ответственно до этого ставиться ни в каком разе, не поспешать в своих решениях, не переказывать ни в каком деньги, а лучше зателефоновать на линии 102, где можно проконсультироваться, або вернуться до отделки полиции. Ведь даже если владелец номеров заплатит, то никто не даст гарантии, что номера действительно вернут. Да и воспользоваться этой же уловкой воры могут еще не один раз. А работает эта схема, потому что автовладелец фактически становится заложником ситуации и остается без транспортного средства, говорит адвокат Борис Замикула. Если восстановить украинские номерные знаки можно за пару дней, цена вопросов до 500 гривен, то с иномарками на европейской регистрации куда сложнее. Самый легальный способ – это получать этот дубликат номерного знака в полномоченном органе, где зарегистрирован автомобиль, то есть в Польше, в Литве и так далее. Это, безусловно, сложная процедура самостоятельно, но боюсь, что автолюбители не будут этим заниматься. Либо надо обращаться к тем фирмам, к последнему, у которых они приобретали изначально эти автомобили, возможно, через них это решали. Ну, либо самому ехать, очевидно, это будет долго. Это будет дорогостоящая процедура, явно будет в разы превышать ту стоимость, которую предлагают тебе злоумышленники. Поэтому, приобретая авто в Европе, стоит сразу запастись дополнительным комплектом номерных знаков, доплатив по месту регистрации те же 20-30 долларов, убежден Борис Замикула. Но это не отменяет вызова полиции в подобном случае. Ведь если пострадавший не напишет заявление правоохранительной органы, вор выходит сухим из воды. Производство не открывается, собственно, и никаких следственных действий не ведется, говорят юристы. И водители с ними согласны. Говорят, любители легкой наживы надо наказывать. Обращайтесь, обращайтесь в милицию, приглашайте их на встречу, принимайте и наказывайте. Есть компетентные органы, есть компетентные статьи уголовного кодекса. Назначать встречу за выкуп, назначать, применять какие-то хитрости, вычисления. Это уже работа милиции, полиции. Правда, большинство опрошенных автовладельцев считают, что любые усилия в борьбе с подобными воришками будут тщетны. Да никак, менять народ надо. Нет, на самом деле, ну реально от этого никак не защитишься. Может, да, дубликаты или еще какие-то варианты в этом случае. То есть, тут уже с собой забирает, когда идет в супермаркет или куда-нибудь в карман ложит. Я не знаю, если так боится за свой автомобиль, за свои номера. По словам Жекопов, самым действенным вариантом будет соблюдение абсолютно банальных, но работающих правил. Не бросать машину в подозрительных местах и установить автосигнализацию. Еще одна хитрость, к которой можно прибегнуть – крепление номерных знаков на заклепках или болтах. Вилен Младарик, Мартынюк, агентство телевидения новости. Искусство ножевого и рукопашного боя, ориентирование на местности и тактическая медицина. Школьники начали подготовку под руководством инструкторов ветеранов АТО. Национально-патриотический лагерь «Слобожанин» принял на очередную смену 70 детей из разных городов Украины. За 10 дней мальчики и девочки пройдут настоящий курс молодого бойца и пополнят свои знания по истории Украины. Сделал два укола, два пореза – ушел. И ушел назад сразу. Все. Искусство ножевого боя. 15-летний Глеб Сердечный осваивает с помощью специального муляжа. В патриотическом лагере парень уже не впервые уверяет – успел научиться и другим боевым приемам. Я умею обращаться с оружием, которое по-настоящему может быть стрелять, которое для учений. У меня хорошая физическая подготовка. Просто идем на кухню, стоим, берут, кидают гранату. Ну, как бы, и кричат – ложись. К этому нужно будет привыкать. На соседней поляне ребята учатся обращаться с автоматами и двигаются группами по условно-вражеской территории. Вероятная опасность в этом лесу ждет ребят чуть ли не за каждым деревом. Быть всегда готовыми к неожиданной атаке противника детей учат инструкторы с опытом боевых действий в зоне АТО. Программа подготовки для школьников почти не отличается от взрослых тренировок, говорят инструкторы. Практически ничем, просто может меньше немножко нагрузки. А так то же самое, в общем, программа та же. Просто немножко упрощенная и все как бы по времени там. А упражнения все то же самое. Ну, это тактика как бы как передвижение, перезарядка, чтобы работать в команде. Вот, как бы, чтобы ребята на будущее хотя бы представление имели, как и что. Вот, как бы, где они еще такое обучение получат. В школах нет такого, как бы, ну, это, я не знаю, аналогов такому лагерю. Участвуют в таких тренировках. В этом заезде 70 школьников. Программа для всех одинаковая, но у девочек начинается с занятий по медицине. Чуть-чуть променяет ряну. Водой влажный бинтик или еще что-нибудь ты будешь класть, допустим, если у тебя есть ранение глаза. Потому что нельзя, чтобы роговица пересыхала. Семиклассница Элеонора уже готова и к более сложным испытаниям, но пока управляется с бинтами и перекисью. Говорит, в будущем хочет стать медсестрой, чтобы помогать раненым военным. Сейчас у нас тут медицина, мы делаем повязочки на место, прикладываешь. В бою ранило, и вот, чтобы там, не декабрь, кровь или что-то было плохо, нету какого-то зоногения, или чтобы не попали микробы. Национально-патриотический лагерь, волонтерский проект для детей, участие в нем бесплатное. Кроме тренировок и физической подготовки для ребят, тут подготовили лекции по истории Украины и тематические документальные фильмы. Харьков имел репутацию, ну и, может, где-то у кого-то в стереотипе и сейчас имел репутацию пророссийского города, но это не так. И мы решили показать это именно на практике. Мы выховываем настоящих патриотов, которые будут защищать Украину. Продлится смена 10 дней. После этого организаторы ждут в лагере следующую группу юных патриотов. Ирина Войтенко, Олег Мартынюк, агентство телевидения «Новости». Вы смотрели новости АТН. Больше сообщений на нашем сайте atn.ua. В студии работал Александр Тихонов. До свидания.